здравствуйте уважаемые охотники я главный редактор журнала охотовый петрович кузенков вот этого журнала я каждый раз его показываю кто-то видел кто-то не видел людей много в россии 150 миллионов значит 140 вот по данном переписи учетов по учетным данным да и кто-то может увидеть это видео и поинтересуется что есть такой журнал охота вот есть главный редактор журнала бай точку зенков который отвечает на ваши вопросы журнал можно приобрести через озон через авито все ссылки есть под этим видео вот читайте смотрите картинки фотографии задавайте вопросы а я буду на них отвечать и вот хороший вопрос прислал влад он такой жизненный здравствуй петрович в рамках вопроса болезни к диких животных возник вопрос по бешенству но часто возникает у нас в ленинградской области нет природных очагов бешенства но у нас огромное количество лисиц и энтовидной собаки а со стороны прибалтики тверской области к нам зачастую заходит шакал вот начинает заходить шакал и путей его миграции идут через регионы где природные очаги бешенства есть соответственно шакал может занести его к нам и тем самым создать очаги у нас виду большой численности потенциальных носителей вопрос как правильно проводить профилактику бешенства в плане биотехнии и работы с популяцией значит дорогой влад первое у нас в журнале в одиннадцатом номере журнала была статья именно по бешенству я еще раз говорю дорогие друзья у нас в журнале в охоте есть масса статей например по болезням диких животных мы специально договариваемся с ветеринарами и ветеринары нам пишут статьи также есть законодательные статьи кулинарные статьи охотоведческие статьи да я участвовал статью по европейскую норку про русскую норку специально слетал на кунашир сделал фотографии и будет еще одна статья о путешествии на кунашир вот много чего интересного и была статья в одиннадцатом номере вот но понимаете там нет ответа на этот вопрос как правило проводить это ветеринары пишут они дают вопрос но о бешенстве как таковом а вообще много видео всяких разных значит в социальных сетях и вот мой однокурсник андрей сокулина который живет в екатеринбурге он прям делал видео я видел где они раскладывают специальные препараты ампулы там в норы значит это биотехния чтобы лисы поедали они поедают эти все препараты и он на прививаются бешенством там на год по моему идет такая ля прививка чтобы не болеть это все им выделяет охот департамент области закупается все это значит передается охот пользователям передается государственным структурам и все и все это есть видео и в департаменте и должны этим заниматься определенные граждане охот пользователи не вы если вы просто охотник ваша задача добывать этих животных чем меньше будет лисицей тем меньше будет янтовидной собаки тем на меньше возможности заражения бешенством понимаете и я всегда говорю круглый год мы должны добывать лису янтовидную собаку сегодня вот круглый год чтобы у нас были полезные животные они же едят зайчат они едят рябчиков они едят уточек да чем больше мы понизим пресс численника хищника будет меньше тем больше будет полезных животных на которых мы будем охотиться с вами это первое второе не будет бешенства не будет чесотки не будет чумы плотоядных это тоже болезнь понимаете поэтому охотники должны добывать лисицу круглый год но только лисицу круглый год сегодня если численность лисицы стала меньше янтовидной собаки меньше мы тогда прекращаем ее добывать круглый год и начинаем добывать в сезон охоты понимаете норму устанавливать но это есть охотовическая работа я уже миллион раз всем про это говорил также шакалом вот смотрите шакал идет со стороны прибалтики со стороны твери значит человек пишет влад значит уже дошел шакал да вы понимаете это огромная проблема на югах вот у меня однокурсник он уже более тысячи шакалов за свою жизнь добыл вот а еще есть и знакомый охотовед больше 600 волков уже добыл смоленской области там под 700 да вот еще раз говорю не надо слушать там пашков щену когда они там говорят защиту волков защиту медведя как медпис написал один валим петровича колхозное мышление по медведям давали петрович про медведей знает все и написал книгу медвежья злоба почитай я столько медведей добыл что он меня не говорю там две-три сотни но добыл определенное количество потому что 15 это вот так вот достаточно чтобы понять позицию медведя это только я а сколько мы стреляли с иностранцами значит на камчатке когда занимался туризм подвел его он стреляет подвел его он стреляет ну не все равно кто на гашетку нажмет правильно ну вот а ты стоишь там координируешь с егерем или сам или сам с егерем конечно потому что местное население знание территории тоже 90 процентов успеха да вот и поэтому эти вещи надо делать еще раз подчеркиваю концовку есть специальные препараты которые выкладывают охотники охот пользователей государственной структуры видео есть андрей сокулин все хорошо рассказывает свое видео про это дело есть статьи в журнале охота вот в этом журнале вот понимаете есть ветеринары которые следить должны за очагами бешенства есть охотники которые должны этих численность хищников понижать от которых зависит бешенство чесотка чума и прочее прочее и численность полезных животных которых мы должны добывать и использовать пищу и получать от этого удовольствие думаю влад дорогой я ответил на ваш вопрос давайте обсудим опять регионные вот влад молодец написал про ленинградскую область все отлично да регионы вот у вас есть бешенство в том или ином регионе да напишите район напишите какие были случаи были ли такской заходы в города в поселке потому что бешеную лисицу видно она идет она нападает там слюна течет мутные глаза там шерсть не горит а такая вся поблекшие до свалены вот и она может напасть на человека и бабушка там лопатой отобьется где-нибудь на огороде а если это волк бешеные были случаи нападения волков в московской области добыли их они были бешенными уже отбиться лоси были бешеные у нас в охотхозяйстве смоленской области видно лось укусила где-то лиса или интовидная собака он вышел на дорогу и стал нападать на автомобили это очень опасная ситуация при нее помалкивают но это очень опасная бешеная лиса укусит там женщину беременную не дабо бог и ребенок погибнет и все погибнет поэтому с этим всегда занимались ветеринарной службы и конечно охотники своих охот угодят но сегодня делают не везде но делают препараты закупаются выделяются выкладывается лисичка поедает вот возле нор и прививается так что вот так а так этим должны заниматься и координировать конечно государственной структуры региона давайте обсуждать давайте ставить лайки делиться видео покупать журнал вот завтра будет день я отвечу на ваш очередной вопрос спасибо до встречи